Рыбакит папа рисует. Привет, друзья! Доброе утро! Вы на субботнике. Меня зовут Ваня. Я рисую на канале Рыбакит. И у нас сегодня Япония. Япония. Для начала мы будем рисовать вот такими мелками. Пикачу. Это разминка. Называется мелки. Масляные мелки. Мне очень нравится, как они открываются. С удовольствием их ставлю. Всё, готово. И беру один. Какой? Я думаю, возьму жёлтый с самого начала. У меня будет Пикачу как пятно. Многие рисуют, например, сначала чёрным, а потом обводят. Такой вариант очень может быть. А мой вариант будет очень такой простой. Я буду жёлтым рисовать и мелками. Просто мелками рисую кружок. Это голова Пикачу. Пикачу прикольный. Японский. Я жёлтый. Для разминки нашей подходит. Я всегда беру на разминку что-то жёлтое. Солнышко, к примеру. Колобка. Каких-то весёлых жёлтых ребят. Цыплёнка можно рисовать на разминку. Мне кажется, Пикачу похож на всё это. И солнышко, и цыплёнок, и колобок. Всё в одном. Это Пикачу. Мы нарисовали один кружок. Нарисовали второй кружок. Если я что забыл про Японию, то вы, ребят, можете написать. Я вспомню. Я обязательно нарисую Сакуру. Конечно, будем рисовать. Теперь в лапке Пикачу нарисуем кругленькие. Сакуру Гейшу. Что у нас в плане нарисовать? Это я так, в плане. Обязательно рыбок нарисуем. Фудзи. Фудзи нарисуем. Кошечек нарисуем. Ну, и всё связано с Японией. В японских всяких стилях. У Пикачу известно есть уши. Он почти зайчик. У меня есть зайчик. Он называется Лучик. Так что, если хотите, поищите. Мне очень нравится мой лучик. И он делает книжки ещё в процессе делания. Но скоро появятся книжки по поводу рисования. Так, начинаем дальше. Что у нас в Пикачу есть ещё? Я думаю, у него есть лапки, но их не видно. Чёрненькие. И, конечно же, хвост. Хвост очень легко рисовать вот так. Но он не очень похож сейчас. Потому что тоненький. А у нашего Пикачу такой разрядный, электрический. И вообще, он электрический покемон, я понимаю. Там стреляет, бьёт током и какие-то супер удары. Пикачу. Он маленький Пичу уже и Райчу. И мы всё это знаем. И очень весёленький, конечно. Вот мы нарисовали хвостик так. Чуть-чуть тоже потёрли. А вот теперь мы можем с удовольствием брать красный и чёрный. Красный нам для щёчек нужен. Щёчки сразу нарисуем. Щёчки. Важная вещь Пикачу. Щёчки часть Пикачу. Остальное, я думаю, можно её ротик ещё нарисовать. Остальное всё чёрным обведём. И вот как раз сейчас нам нужно внимание и ловкость. Потому что обводить мы будем ровненько. Обводить так. Раз. Ушки обвели. Два. Ушки обвели. После этого щёчки обвели. Три. Щёчки обвели. Три. Сразу пузико обводим. Четыре. Пузико обводим. Пузико можно сразу обвести. Сразу. Раз. И ножки. Пять. После этого дорисуем ручки. Лапки ему. Шесть. Лапки. Очень легко нарисовать. После этого. После этого хвостик давай обведём. Сразу всё тело обведём. Это семь. Хвостика обвели. И восемь. Я думаю, можно нарисовать ему глазки. Улыбочку. Очень смешная улыбочка. Как у зайчика. И восемь. Наверное, это уже чёрные. Такие чёрные палочки здесь. И вот наш Пикачук готов. Довольный. Весёлый. И тебе будет прыгать к тебе в гости. Также я добавлю немножко зелёного к нему. И можно сказать, разминка готова. Мы готовы размялись для уже большого рисования Японии. Сегодня, напомню, рисуем Японию. Ребят, кто смотрит на Ютубе, тому большой лайк привет. Приходи в Инстаграм к нам. Гамм Раша участвуй. Рыбакит Папа рисует. У нас тут всё просто. И ты, возможно, поучаствуешь в конкурсе. Как всегда, проходит очень легко участвовать. Главный приз от меня в рисунок. Участников не много, потому что вероятность выиграть большая. Обязательно лицуй немножко зелени. И твой рисунок будет более закончен и приятен. А мелки постарайся убрать на место, чтобы мама порадовалась за тебя, за приятного малыша. Так. Пока ничего не пишут. Жалко. Пишите. Потому что я читаю ваши комменты в прямом эфире. Тут нормально всё. И это мне нужно для того, чтобы я с вами больше контакт имел и понял, чтобы вы хотели ещё больше написать про Японию. Сегодня Япония. Кто хочет Новый год, конечно, может заказать Новый год. Опять-таки, в наших, в моём конкурсе, который мы проводим на субботнике. Но, в принципе, Новый год, ребят, он такой. Он у нас сейчас будет. Никуда он от нас не денется. И я прям готовлюсь к Новому году. И много что делаю. Но хочется мне... А то потом получается, знаете, что получается? Немножко устаёшь уже к Новому году от Нового года. И думаешь, когда же он уже пройдёт. Так что я немножко не спешу. И на следующей неделе, вероятно, появятся новогодние рисунки уже. Так что вот так. А сегодня япония. Продолжаем. Продолжаем.